Здравствуйте, мои любимые зрители. Сегодня хотела с вами поговорить про интересную тему. Был у меня запрос от моей постоянной читательницы, зрительницы, которая меня спросила, верите ли вы в предсказания, верите ли вы в заговоры и что-то такое подобное. Я не знаю, интересна ли вам эта тема, но если интересно, то оставайтесь со мной. Так, в моей жизни было три раза, наверное, когда получалось так, что я посещала двух, как их называют, знахарок, предсказательниц или что-то такое подобное, и с одной я довольно-таки плотно общался, то есть не плотно, а часто общалась, потому что она была как бы знакомая через знакомых. И не только там в каких-то случаях предсказаний или чего-то, но просто так даже, как бы прийти в гости. А другая женщина, это мы обращались к ней очень и очень давно, но я сейчас вспоминаю то, что она сказала, я тогда к этому отнеслась так, ну, сказала-сказала. И то, что она мне сказала наперед, по-моему, лет намного-намного-намного, все, кстати, сбывается. Я не знаю, к ней было очень трудно попасть, там как-то, как-то, хотя она жила в соседнем доме от меня. Ну, это вот интересно, конечно, но к ней трудно было довольно-таки попасть, и она скрывала от вообще соседей людей, что у нее есть какой-то дар. Ну, и вот ей то, что она мне сказала, вот, кстати, все сбывается. Другая женщина, которую я посещала, она смотрит по картам, смотрит по кофе, смотрит по чаю. И много, конечно, она говорит, много чего такого, что как бы не получается, не сбывается. И однажды она, конечно, сказала такую вещь интересную, то, что я через какое-то время, например, поеду отдыхать туда-то с такими-то людьми. То есть произошло то, что она сказала. Вот единственный случай, когда она сказала и то, что ей получилось. Я не знаю, конечно, это было совпадение, но совпадение, конечно, тоже. Ну, как бы тяжеловато угадать на два месяца вперед и сказать то, что будет, да. Ну, в других там... К ней ходили, кстати, мои знакомые, ходили мои друзья, то есть много. Ну, не все, конечно, были, как бы сказать, не то, что были, не все были довольны результатом, скажем так. И поэтому, подводя итог всему, я могу сказать, конечно, есть, наверное, люди, которые, наверное, все-таки обладают каким-то даром, который, может быть, он проявляется, может быть, не проявляется, который нужно развивать или который не развивать, ну, не знаю. И есть такие люди, которые очень пишут объявления, занимаются этим на профессиональном уровне и зарабатывают деньги. Есть, да, наверное, шарлатаны, я не отрицаю, есть, наверное, которые... Вот, про которые женщину я рассказывала, вот, она скрывала вот это все. Ну, не знаю, на самом деле есть у нее дары, нет у нее дара, но, по крайней мере, вот эта женщина, она не брала деньги. Я даже не помню, что мы ей приносили. Вторая женщина, с которой я вот тоже, моя знакомая, она тоже, кстати, не берет деньги. И вот это, конечно, есть показатель, то, что, на самом деле, может быть, они работают не то, что за идею, но, как бы, не знаю, за что. Есть у нас такие люди, мне недавно рассказывали одни, то есть приходишь, заходишь, тебя встречает охранник. И говорит, так, нужно записаться туда-то, туда-то, запись стоит там, например, столько-то, да, сумма немаленькая. Проводит вас по коридору, вы записываетесь, это охранник. И потом попадаете уже к самому там магу. Маг говорит, прием, у меня стоит столько-то, столько-то, представляете, наверное, да. И вот вообще мне интересно, были у вас ли случаи такие, вообще верите ли вы в предсказания, верите ли вы, что вообще такое возможно, или это западение, или человек, который занимается этим, как бы, обладает сильнейшей интуицией, но нет у него никакого удара, а только интуиции. И он, например, по человеку, по внешнему виду может сказать, там, такие-то, какие-то у него проблемы, то-то, 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 в общих чертах, и человек начинает верить, например, в это. Ну, не знаю я, не знаю, не знаю, да, да, нет, нет, и вот так вот. Так что жду от вас комментариев на эту тему, интересно было бы лучше пообщаться. И к тому же накануне праздников нужно верить в чудеса, нужно верить в сказку и волшебство. Всем пока-пока!